МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Больше у вас это не пройдет. Мы конфискуем их квартиры, их яхты. Мы доверемся до вас. Я предупреждаю вас. Персональные санкции, арест имущества и актива в Европе – новая реальность ВИПа Путина, к которой они начали привыкать. В отличие от яхт, которые в большом количестве были арестованы в Европейском Союзе и которые были разбросаны по всему миру, самолеты, конечно же, удалось спасти, и поэтому они летают. Самой сильной стороной олигархов были яхты и частная авиация, на которые тратилось больше всего денег. Только у одного Романа Абрамовича было четыре самолета, стоимость у которых превышала миллиард долларов. Может быть, кому нравится, я пускай олигарх, кому приятнее, я депутат. В его коллекции есть самый дорогой самолет в России. Boeing 787-8 Dreamliner стоит 350 миллионов долларов. С 4 марта он хранится в Дубае. Второй Boeing, который имеет Абрамович еще до войны, успел долететь до Швейцарии. С 2021 года он стоит на продаже. Сейчас Абрамович путешествует с помощью арендованных чартеров, а прилет в Украину, как жест доброй воли, был вообще на вертолете. Руководство, я извиняюсь, пытается карманы набить. Один из самых близких к главе Кремля олигархов Геннадий Тимченко пользуется самолетом Falcon 7X. Борт с русской регистрацией. В мае самолет летал в Дубай. Любимое место россиян после 24 февраля. Также летал в Ташкент. Стоит отметить, что до 24 февраля самолет Тимченко часто летал в Европу. Я очень хорошо отношусь к Европе. У меня есть огромное количество друзей в Европе. Из-за санкций олигарх потерял бизнес-джет «Гольфстрим» J650. Но его представители, оправдываясь, заявляют, что отношения к самолету олигарх не имеет уже несколько лет. Санкциями, да, у меня есть какие-то сложности. Лично у меня, у моей жены. Первое, что сделали олигархи после введения ограничений, начали летать в так называемые дружеские страны, которые не поддерживают санкции против страны-агрессора. Второе, начали перерегистрировать самолеты, чтобы не было проблем с перелетами. Ведь большинство бортов с целью скрыть имена владельцев и уйти от налогов, были зарегистрированы в офшорах. Борты сейчас перерегистрированы, поскольку раньше они были зарегистрированы в офшорных юрисдикциях, которые сейчас плохо относятся по понятным причинам к представителям режима Кремля. Они перерегистрируют эти самолеты в России. К примеру, глава Чечни Рамзан Кадыров после начала войны в Украине изменил регистрацию своего частного Airbus ACJ-319 из Бермудских островов в Россию. По словам специалистов, цена такого роскошного самолета может достигать 80 миллионов долларов. Борт регулярно летает между Грозным и Москвой. За три месяца дважды был в Стамбуле. Перерегистрировал свой частный самолет и Алексей Мардашов, официально самый богатый олигарх России. Bombardier Global 6000 стоимостью в 27 миллионов долларов раньше был зарегистрирован на острове Мэн, но сейчас летает под другим бортовым номером и имеет русскую регистрацию. Жизнь так сложна и все так непросто. Борт часто летает на Камчатку. Именно там спрятана его яхта Nord стоимостью 500 миллионов долларов. Борт жены Дмитрия Медведева Bombardier Global 5000 стоимостью в 60 миллионов долларов только и успевает летать с курорта на курорт. 30 июля в который раз вернулся в Москву из всеми любимого Дубая. Коррупция должна быть не просто незаконной, она должна стать неприличной. С момента полномасштабного вторжения России в Украину порт за пять месяцев в шесть раз летал в Объединенные Арабские Эмираты. Дубай очень хорошо исполняет роль надежного тайника для яхт русских олигархов. Сюда перегнали Нирвану Владимира Потанина, Мадам Гу Андрея Скотча, яхту Аврора Андрея Молчанова. Даже после санкций русские олигархи не теряются. Каждый как может прячет, перепродает, перерегистрирует имущество, чтобы как можно меньше потерять из-за игры Путина под названием «Война».